Каждую серию мы становимся всё умнее и сильнее, но всегда найдётся цивилизация, которая будет на шаг впереди, и пора выяснить, кто же построил эти туннели. Всем привет, друзья, я Лолошка, это Истоки Майнкрафта, добро пожаловать! Именно сюда я спускаюсь первый раз, и здравствуйте, сундуки! По гайду я на самом деле немножко почитал и выяснил, мне надо найти какой-то сканер, окей, пустая граната, вряд ли сканер, ага, вот он, привет, новое достижение, технология недоступного. Нажимную плиту лучше сломать, потому что если я сейчас на неё попаду, все эти сундуки просто сожгутся в лаве, а мне это не надо, всё, обезвредили, спасибо. Магниты, олова, какие-то другие руды, я, понятное дело, пока что даже и не представляю, зачем это понадобится, но чисто на всякий пожарный заберу. Ох ты ж, ё-моё, посмотрите, видите эту плазменную лампу? Она отражается в сканере, вот это я понимаю физика, крутяк, и я открываю! Ля-ля-ля, ID, метадата, подходит для космических кораблей, чего? Прикольно. Калькулятор даже есть, можно что-нибудь посчитать, 6-3 равняется 3, ну да, вроде правильно. Дерево технологий, вау, это что, Таумкрафт? Ух ты ж, ё-моё! Попробуем изучить что-то другое, допустим, животное, привет, ооо, ваши исследования завершены, биология. Вот, это появляется здесь, и если сейчас прочитать шаг в неизвестность, тут будет написано, сначала вам надо изучить 12 аспектов, и это как раз эти 12 аспектов, а потом откроется вот этот вопросик. Интересно, а я уже могу изучать металл, давайте посмотрим, вы ещё не изучили это, блин. Нажав на курятина, я открываю скотоводство, зашибись. Опа, смотрите, почему-то именно в этой местности сканер стал зелёным, здесь синий, а здесь зелёный, неужели мне надо прокопать вниз? Ну какой тут копать, у меня же фрукты есть, позиркаем, внизу абсолютно ничего, вот просто абсолютно... Ааа, слушайте, может быть он на эти кристаллы реагирует? Надо бы проверить, вот эти кристаллы синие, мой сканер тоже синий, пойду-ка я сейчас найду зелёные. Исследования неоновой энергии завершены, я просто кликнул по серым, но, кстати, он не поменял цвет, следовательно, это зависит от чего-то другого. Хмммм, на моей базе тоже меняется цвет, короче, я вот что понял, эта цивилизация реально тяжело изучается, потому что 12 аспектов, которые я правда не понимаю даже где находятся. Ну, например, я увидел огонёк на картинке, может быть это факел? Э, да, термодинамика, прикольно. Прошло минут 10, и я вам так скажу, если бы не гайд, я бы никогда не допёр, по каким блокам надо кликать. И последнее, это химия, зелье, варка, ура, ваши исследования завершены. И давайте позиркаем, опана, научное любопытство. Бла-бла-бла, е-сканер показывает какие-то новые девайсы, и судя по всему, они в основах. Да, смотрите, я могу теперь сделать, например, пресс-частей, сканер, исследователь, о господи. Первым делом надо сделать вот этот верстак. Тут написано то, что все крафты из этого мода работают только на этом верстаке. Хорошо, щас. Надо ли сканировать его, не знаю, зато сюда можно положить какие-то предметы и потом заюзать. Хорошо, сканер. А дальше? А дальше, кстати, не открылось. Попытка просканировать ни к чему хорошему не приводит, это всё равно не открывается. Ммм, блин. Давайте немного отвлечёмся от этой техники. Дело в том, что ещё несколько серий назад я хотел стать тёмным магом, и наконец-то я начну это делать. Мне понадобится шприц. Не-не, ничего серьёзного, просто хочу взять кровь. Новое достижение, вторая эра. Убиваем пауков, зомбаков, и это помогает мне накопить много крови. А после мы эту кровь, знаете, наверное, куда-нибудь сюда выльем, потому что мне её надо складировать. Кидаем туда тёмный самоцвет, и через время получается самоцвет тёмной силы. Теперь мы можем сделать наполнение. Давайте даже попробуем. Посередине звезда и по бокам булыга. О, да! Наполнитель кровью. Мы его поставим не здесь. О, что это сейчас было? На втором этаже это вполне себе смотрится. Ух ты ж, блин. Поставь блок. Ты чего делаешь-то, ё-моё? Поставь грёбаный блок. Хух, получилось. И теперь всего за 250 крови, а не за 5000, как было ранее, мы вот этот тёмный самоцвет превращаем в красный. Каждый раз, когда мы убиваем любого моба, то есть любого, представьте, так вот, например, мы его убили, и мы можем увидеть его дух. С помощью вот этого колечка, и делается железо и пыль. Хорошо, пыль не крафтится, железо я знаю, как добывается. Так, подожди, а реально, а как пыль-то я достану? В интернете про это ни слова, но оказывается, всё это просто падает с руды. Вот так вот копаем, и видите, да, пылинка упала. Наконец, я увижу тех, кого убиваю, и всё, сейчас его надо просто включить. Как это делается? Понял, мне дали спешку, невидимость, скорость, прыгучесть. Нет, спасибо, мне это не пригодится, зато я духа всё равно буду видеть. Иди сюда, зомби, а ну-ка появись, а ну-ка покажись. Вот, видите, да, дух, это ё-моё дух. А без шейдров-то как выглядит, вот это да. Вот, видите, еле заметный, но, если я подойду супер близко к нему, он, по идее, просто начнёт меня бить, и потом исчезнет. Вы, наверное, спросите, ну и что тут такого? А на самом деле всё супер круто, потому что, когда я улучшу это кольцо мщения, и сделаю фокус, я смогу этих духов туда помещать. Потом засунуть это в печку, и начать готовить. И, опять же, что это даёт? А это даёт почти бесконечные ресурсы. Например, есть у нас босс визор, по-любому знаете. Мы его убиваем, получаем душу, кидаем в печку, и получаем бесконечные звёзды. Конец. Была-не была, попробуем, фокус создан. И кого бы мне туда запихнуть? Давайте, наверное, пока что просто зомби. Ути-пути, иди сюда, мы тебя запихиваем, запихиваем. Надеюсь, получится. И оно не запихивается. То есть я вижу перед собой душу, а оно не запихивается. Ой, точно, я тупица. Это же надо в сундук мщения пихнуть, который, кстати, у меня где-то даже был. Я честно помню, подождите, где он? Вот он. То есть мы сейчас его поставим где-то здесь, он закрыт. Открываем, и из него выходит непонятно что. Но это не важно, потому что после этого мы просто его ломаем. Убиваем этого зомби. Тихо, голем не надо. Так, ставим этот сундук, и всё, начинаем. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Да, получилось, новое достижение. Вот эту коробку вечного закрытия, которая содержит зомби, мне теперь надо поместить в ту печку, которая, кстати, крафтится очень сложно. Если коротко, то нам надо много-много вот этих самоцветов. Я уверен, вы не хотите ждать, поэтому всё просто, я всё подготовил. Тррррррррррррррррр. 36 штук. К слову, это мало. Правда, я потратил много времени, но всё равно добыл мало. 28 ещё лежит в сундуке, следовательно, 64 ровно. Круто так-то, но, блин, по-моему, этого всё равно не хватит. Как минимум, мне надо сделать много вот таких кирпичей. Один кирпич делается из обычного, который крафтится в размере 4 штук и 9 самоцветов. Я просто в шоке с этих цен. Ладно, давайте хоть что-то попробуем. Кирпичи забираем и сразу начинаем их пополнять кровью. Надеюсь, то, что получится. Так, вот это убираем. Эй, вы будете пополняться? Ааа, тут ещё обещание упорства какое-то понадобится. Ё-моё, как это делается? О, господи. А, это как делается? Мгм, понятно. Это всё, правда, тяжело, но если не начинать делать, то вообще никогда ничего не сделаем. Итак, акцептор обещаний, и после этого надо превратить его в обещание упорства один. Сначала делаются пустые обещания, а потом просто заполняются кровью. Где тут логика? Да фиг его знает. Главное, делаем. Наверное, мне надо сразу продумать систему с вот этими пьедесталами, которые как раз-таки копят мне много крови. Я, например, где-нибудь здесь спавнер поставлю, будут умирать зомби и давать мне много крови. О, а есть ещё шипованная пластина, которая автоматически убивает мобов и забирает всю жидкость, то есть кровь. Эксперимента ради я действительно всё это поставил, и, кстати, когда на неё нажимаешь, оказывается, активируется дубовая дверь. Ну, зашибись. А оказывается, всё ещё проще. Берётся резервуар, ставится под пьедестал, и всё, накапливается, ура! Тем временем создано обещание упорства! Ха-ха, продвижение, кстати, достаточно быстрое. Но только если учитывать все паузы. А так серия записывается уже три с половиной часа. Незаметно, правда? Теперь делаем ещё одно обещание, только на этот раз второго уровня, и только тогда я смогу эти кирпичи превратить в тёмные кровавые. О-о-о-о. Немножко вернёмся к началу, дело в том, что оказывается, около базы я нашёл ещё один такой же туннель из фьючер пака. А, давайте посмотрим, что там находится. Но на этот раз я даже на нажимную плиту нажму. Э-э-э... Чего? О-о-о, да ладно, ничего себе, я здесь как-то прокопал и даже не заметил этого! Нажимной плиты нет, и я вам больше скажу, снизу нету даже механизма, поэтому, наверное, она просто не сгенерировалась. Посмотрим... Ну, так себе. Мы уже читали, то, что из этого разноцветного металла можно построить космический корабль. Причём это будет явно лучше, чем из галактик крафта. Давайте добудем! Я сейчас, кстати, очень сильно хочу обратиться к людям, которые любят помогать мне в комментариях. Ребят, пожалуйста, помогите мне с фьючер паком. На самом деле, этот мод очень крутой, но пока что не особо популярный. На него нет русификатора. Пока что... Хе-хе-хе... На него нету гайдов, на него нету видео, поэтому я прошу у вас помощи. Поздравляю! Обещание упорства второго уровня создано. И серия записывается уже 3 часа 50 минут. Я не знаю, интересно вам это или нет. Короче, кладём сюда... Под... А, надо просто заменить их между собой. И ура! Остаётся только запитать кирпичи! На улице, кстати, уже дико холодает, поэтому пора ставить нагревательную катушку и включать её. Да, всё, тепло... Ням-ням-ням-ням-ням. Тёмные кирпичи окрашиваются, мы молодцы, и печка не за горами. А пока что я буду понемногу заканчивать. Надеюсь на вашу помощь. И да, огромное спасибо вам за поддержку этого сезона. Она всё ещё просто бомбическая. Посмотрите на любую серию, и вы увидите кучу комментариев, кучу оценок. И я надеюсь, что под этой серией будет то же самое. Вас чмок в пупок. И если вы здесь впервые, то вы можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. С вами была Ложка и Ночь. Всем удачи, всем пока, пока-пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok